Отличная базовая шапка с спицами. Если вы так же любите шапки, как и я, возможно, вам такая модель тоже понравится. И смотрите это видео, здесь будут все подробности, какого размера я ее вязала, какие узоры использовала и какие приемы я посоветую применять, чтобы не сделать моих ошибок вот конкретно в этой шапке. Смотрите это видео. И всем привет, меня зовут Анастасия, и добро пожаловать на YouTube канал Рукотворная Ру, который посвящен самым коротким и полезным мастер-классам по вязанию крючком и спицами. И здесь также еще много информации на околовязальную тему. Сегодня речь пойдет вот об этой моей любимой такой самой базовой шапке с спицами. Я вязала ее много лет назад, конечно, тогда я ее очень любила, много носила, но все-таки допустила ряд ошибок, о которых я сегодня вас предостерегу. У меня очень много вопросов поступало именно по этой шапке, поэтому я выполняю этот запрос и сегодня решила рассказать, как я ее вязала. Хотя она самая простейшая модель, мне поначалу казалось, что вообще нет смысла об этом рассказывать. Но все-таки я думаю, это видео может быть полезным тем людям, которые в особенности только недавно начали осваивать что-то новое, начали вязать. Для начинающих будет очень полезно. Ну и для тех, кто уже очень много лет вяжет, возможно, вам эта идея тоже покажется полезной. То есть здесь такая изнаночная гладь на макушке с такими складками. А само полотно просто связано резинкой 3 лицевые, 3 изнаночные. И если вам интересно, как же я ее вязала, то оставайтесь со мной, я сегодня все-все расскажу. Ну что же, один из главных таких центральных моментов это каким образом набрать петли для именно этой шапки. Итак, я вязала эту шапку полностью по фотографии в интернете, поэтому здесь уже была полностью моя такая, можно сказать, импровизация по фотографии. Поэтому набирала я петли обычным способом, то есть это метод длинный хвост. В принципе, в моем вот этом случае с такой бордовой шапкой это вообще не принципиально. И довольно многие вещи здесь очень сложно разглядеть на темной пряже. Но если вы вяжете что-то более светлое, я бы вам посоветовала, конечно, использовать итальянский, например, наборный край или еще тот способ, который вам нравится. Отчасти, возможно, в то время это была моя ошибка. Но шапку эту я вязала, насколько я помню, наверное, лет 5 назад или даже в более отдаленный период. Очень много лет я ее носила. Здесь, конечно, у меня вопросы вызывает конкретно пряжа, потому что здесь даже узелки есть. Я не буду показывать изнаночную сторону. В то время я еще не умела соединять пряжу способом, который у меня был в видео. Я вам обязательно оставлю ссылку. Я также не умела вязать по кругу шапку. Вот здесь у меня шов. Причем я сшивала это изделие просто через край. Я тогда еще даже не владела матрасным швом. Вот это были, конечно, мои такие две самые главные и центральные ошибки в этой шапке. Но, тем не менее, она у меня была любимой и остается до сих пор. Хотя сейчас я уже подумываю о том, что нужно ей подыскать какую-то замену. Возможно, я свяжу шапку что-то измереноса с кашемиром. Все-таки состав более волшебный и приятный. Ну, а чем хороша еще эта шапка? Тем, что она не с фиксированным отворотом, а с таким отворотом, который вы можете фактически сделать любой высоты. Это удобно. Я обязательно делаю отворот, потому что мне так теплее. Все-таки я стараюсь уши мои беречь. И я думаю, со мной многие согласятся. Ну и шапка выглядит немного пообъемнее. Если у нее есть такой отворот в нижней части, то есть вам в любом случае это будет теплее. Здесь идет стандартный рисунок. То есть три лицевые, три изнаночные. Вообще никаких сложностей здесь нет. И я ее полностью всю измерила. И сейчас вам расскажу о ее параметрах. То есть полностью длина всей шапки 28 сантиметров. Отворот у меня примерно 5,5 сантиметров. В районе может быть 6, если посильнее чуть-чуть ее подогнуть. В принципе, мне этого достаточно. Но некоторые любят более объемный отворот. Можно даже до 10 сантиметров отложить вот именно для отворота. И полностью все изделие до изнаночной глади это у меня 18 сантиметров. То есть получается сама макушка это 10 сантиметров. Такая объемная макушка изнаночной гладью. Здесь, естественно, петель на резинке меньше, а макушка становится уже более объемной за счет одного простого приема, который я вам сейчас покажу и расскажу. И что же здесь еще, кстати, важно? Если вы вяжете резинку, я все-таки вам рекомендую связать какую-то часть, или, возможно, всю ее нужно примерять обязательно. Нужно связать ее спицами на пол номера тоньше, как вы стандартно вяжете свои шапки. Я думаю, многие знают, что шапку нужно все-таки вязать чуть более плотнее, чем какое-то любое другое изделие плечевое, например. Потому что шапка, как правило, очень сильно растягивается. Зависит во многом от пряжи, конечно, но нужно смотреть. Вязать все равно ее нужно поплотнее. Здесь, в моем данном случае, и сама пряжа довольно такого, ну, не супер эластичного плана. То есть все равно она не очень-то тянется. И я вязала ее довольно-таки свободно. Ну, сейчас это уже, можно сказать, опыт, поэтому это тоже хорошо. И что же здесь нужно делать в дальнейшем? То есть после того, как вы довязали резинку нужной высоты, то есть получается, это высота вашей шапки. У меня это 18 сантиметров от начала наборного края и до начала изнаночной глади. Вы довязали до этого момента, и здесь вы делаете вот такие полудекоративные, полу-такие необходимые по конструкции прибавки. То есть вы при переходе от лицевой петли к изнаночной делаете накид и делаете его таким декоративным открытым. То есть получается у вас такая небольшая дырочка. Это такой открытый накид и красиво выглядит. И далее вы провязываете три изнаночные и снова делаете накид. Затем опять три лицевые, накид. И так до окончания ряда. То есть у вас после каждых трех петель идет прибавка. И за счет этого шапка в верхней части такая объемная. Здесь дальше я вязала порядка 5-6 сантиметров изнаночной гладью. И начинала убавки. Убавки можно делать, в принципе, любым способом. Так как я здесь вязала не по кругу, мне это показать будет сложнее. Но, в принципе, в вашем любимом способе вы можете убавить петли. И на стороне, где тут изнаночная гладь, это будет совершенно не видно. И я советую довольно много петель собрать на нить, потому что макушка будет вот такая объемная со складками. Но такую шапку вы не сможете связать из толстой или объемной пряжи. То есть здесь я вязала спицами, наверное, 3 или 3,5 миллиметра. То есть если шапка будет очень толстая, то у вас такой макушки, естественно, не получится. Она не будет такая объемная. Она может так, знаете, стоять колом, как говорят. Это не очень красиво в данном случае. Поэтому нужно смотреть по задумке. Я не рекомендую вязать такого вида шапку спицами толще, допустим, 5-6 миллиметров. Можно попробовать, да, зависит многое от пряжи, но не советую. И вот в итоге у вас получается такая шапка с красивой макушкой. Если вы ее свяжете, в отличие от меня, по кругу, это будет вообще очень красиво выглядеть. И шапка такая классическая, базовая, можно сказать. Если она будет такого более-менее стандартного и классического цвета, то будет вообще очень хорошо. Я носила эту шапку уже более 5 лет. Она мне очень нравится. Поэтому я думаю, возможно, еще кому-то она тоже пригодится, такая модель. Ну что же, а в конце видео я хотела бы подвести кратко итоги. Что здесь самое важное? Самое главное выбрать наборный край, чтобы он был хотя бы немного эластичный и хорошо выглядел, органично вписывался в узор. Основной узор здесь 3 лицевые, 3 изнаночные резинка, которую я рекомендую все-таки для наибольшей такой тоже растяжимости и хорошего такого облегания по голове. Вязать все-таки с помощью такой нехитрой техники, как вы берете просто спицы на полномера тоньше. Ну или смотрите по ситуации, возможно, даже на номер тоньше, чтобы хорошо очень облегало по лбу. Хотя, вы знаете, эта шапка у меня вообще осенняя, то есть она не предполагается, что будет такой уж очень-очень теплой. То есть я ее вязала именно на такую переходную погоду, то есть это не на морозы в любом случае. Даже этот отворот, он все равно не очень сильно помогает. То есть это такая стандартная осенняя базовая шапка. И что же здесь дальше у меня? То есть, получается, вы довязали резинку на нужную высоту, сделали вот эти прибавки декоративные именно, которые вот так здесь видно. И вяжете уже такую объемную макушку. Можно связать ее еще более объемной. Можно сделать ее как шапка Бини, чтобы она немного торчала сзади. Но здесь уже нужно смотреть по ситуации. В принципе, многие варианты здесь возможны. Это шапка классического такого вида, классического формата. Она подойдет во многих случаях. Возможно даже, что вы сможете связать такую шапку ребенку, например, потому что здесь ничего такого нестандартного нет. Поэтому замечательный способ, особенно при вязании по кругу. И если вы учтете все мои ошибки, которые я допустила при вязании этой шапки. Хотя, вы знаете, даже вот такая шапка, хотя она, на мой взгляд, не идеальна. Но мне очень много комплиментов всегда говорили, когда именно я в ней ходила. И очень часто еще был комплимент. Мне говорили, ой, эта шапка так похожа на магазинную. Неужели ты сама ее связала? Обычно в таких ситуациях я немного даже теряюсь. Потому что, не знаю, мне кажется, что ни с чем нельзя сравнить полотно, которое связано вручную, вашими же собственными руками. Которое вас согревает зимой. И даже не знаю, как относиться. То есть во многих случаях люди, которые вообще не умеют вязать, они вам делают вот таким образом комплименты. В таком случае, я думаю, нужно просто улыбнуться и сказать спасибо вам большое за такое сравнение. Хотя, да, повторюсь, что лучше вещи, которые вы сами связали, вручную подобрали состав пряжи, выбрали полностью узор, модель. Подобрали полностью, как вам нужно, чтобы она вас облегала. Такой вещи ни у кого никогда не будет. И она будет для вас самой лучшей. Ну, а вам я желаю побольше новых шапок, теплой зимы. И именно при том случае, если вы надеваете свои теплые самые шапки, никогда вам не будет холодно. Поэтому всем удачи, побольше вдохновения. И пишите мне, какие вы шапки любите. Возможно, еще нужно о какой-то моей шапке рассказать. И всем желаю удачи, побольше вдохновения. И всем пока. Увидимся в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok